Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Садовый Гид, я Лариса Зарубина. Сегодня у нас ролик посвящен тому, что посеять в марте из овощей. Но прежде чем начать ролик, я еще раз хочу напомнить всем, кто не знает и не слышал, первый раз это слышит информацию. На случай, если будет какой-то сбой в работе, в тех соцсетях, в которых вы привыкли меня видеть, я создала два резервных канала. Один в Telegram, другой в Яндекс.Дзен. Ссылка на эти резервные каналы находится в описании под роликом. Сразу же под роликом идет всегда описание. И там будут прямые переходы. Друзья, я просто, чтобы мы не потеряли все друг друга, подпишитесь. Ну, на всякий случай. И еще раз напоминаю, у нас есть готовые инструкции для вас. Сделаны специально календарь основных работ в саду. Защита сада. Здесь все баковые смеси по обработке. Сейчас эта тема становится очень актуальной. И по смородине. Все основные мероприятия по смородине. От А до Я. Так что все они еще. Ну, их сейчас пока можно купить. Еще раз напоминаю, если даже что-то, эти все издания останутся всегда с вами. Навсегда. Так. Начинаю с овощей. Итак, фавориты марта месяца. Начало марта. Первые декады. С первой по десятое число. Мы еще с вами можем посеять совершенно спокойно перцы и баклажаны. Друзья, вот кто особенно выращивать будет все эти культуры в открытом грунте, не спешите, не нервничайте. Вы все еще успеваете. Возраст готовой рассады и баклажанов, и перцев это 65-70 дней. Если вы сажаете в теплицу, тогда поторопитесь. У вас уже, конечно, сроки поджимают. Но, тем не менее, даже если вы посадите чуть, скажем так, меньше рассаду, то есть если сравнивать ее с переросшей рассадой, то маленькая рассада гораздо эффективнее приживается, и эффективнее, быстрее вступает в пору полудоношения. Если особенно у вас хорошая лампа. Для тех, кто нервничает и говорит, что мы ничего не успели, у меня первый посев был неудачный, ничего не взошло, я рекомендую вам, не ждите. Если прошло уже 10 дней, вы видите, или там 15 дней, некоторые мне пишут, что сели 5 февраля, и до сих пор у нас нет никаких всходов. Не ждите. Идите за новыми семенами, простимулируйте их хорошо. Температуру повыше держите, где-то градусов 27-28-30, тогда это все процесс прорастания пойдет быстрее. И на канале есть ролик у нас о том, где я показывала, как подрезать семена и опускала их в кипяток. В кипяток можно не опускать, но вот семечко подрезанное всходит гораздо быстрее, чем просто простое семя. Это уже проверено неоднократно, поэтому, если опаздываете, можно воспользоваться вот этой вот техникой. Ну и, конечно, стимуляция прорастания семян. Это, конечно, подспорье очень большое. То есть семена у вас быстрее прорастут. Итак, еще раз напоминаю, и баклажаны, и перцы первые декады. Это с 1 по 10 марта. Так что все еще успевайте. Следующая культура, которую мы с вами сеем в марте, это томаты. Томаты. Друзья, возраст готовой рассады томатов. Еще раз напоминаю, особенно те, кто сажает рассаду в открытый грунт. Это июнь месяц. Начало июня, конец мая. Средняя полоса. Раньше у нас никогда не получается. Температура почвы должна быть 18 градусов для томатов, для перцев, баклажанов 20 градусов. Друзья, раньше времени высаживать в грунт, будь то теплица, если почва не готова, будь то открытый грунт, не нужно. Потому что растения, посаженные в холодную почву, они не развиваются. Они просто стоят в росте и страдают. Поэтому не спешим. Если особенно вы сеете, сажайте рассаду в открытый грунт. Возраст готовой рассады для томатов это 70 дней. Что такое 70 дней? 50-55 дней. Это у нас возраст готовой рассады. К нему мы прибавляем, ну скажем, 5 дней на всходы. И 10 дней рассада стоит, она не растет. Это после пикирования. Вот сложив все эти цифры, у нас получается 70 дней. От даты посадки, рассады в открытый грунт или в теплицу, обратным отсчетом, прям по календарю, обратно отсчитайте 70 дней. Вот получится дата посева семян на рассаду томатов. Томаты, я хочу сказать, что они особо-то даже не нуждаются в стимуляции. Их можно сеять сразу же сухими семенами, только обработайте. Если они у вас такие, особенно свои, обработайте, пожалуйста. Это тут правда важно. И почву. И тогда все получится у вас хорошо. Томаты сходят быстро, качественно и хорошо. Не спешите, пожалуйста. Кто задавал вопросы, пользуюсь я лунным календарем? Нет, я не пользуюсь. Поэтому, ну кто пользуется, пожалуйста, выбирайте удачные дни для посева. Итак, томаты я свои буду сеять не раньше 20 марта. А лучше даже, если лампа хорошая, то можно даже на начало апреля отнести эти сорта, посев семян. Так что, друзья, смотрите по состоянию вашей лампы. Могу сказать, что рассада под лампами растет, под хорошими растет очень быстро. Вот, посмотрите, баклажаны. Им еще две недели только. Посмотрите, какие они шустры. Это я посеяла для молодых садоводов. Будем делать с вами ролик по правильному пикированию перчика. Посмотрите, какие они чудесные стоят. И главное, правильный состав почвосмеси. Тогда рассада у вас будет расти стремительно. И вам не нужно будет никаких танцев губам. Те, кто у меня спрашивал, задавал вопрос, что у нас нет возможности подсвечивать растение и нет у нас лампы. Тогда вообще не спешите. Световой день у нас в марте уже достаточно хороший. Но помните, часто бывает такая ситуация, особенно в средней полосе, не все дни солнечные. И у нас получается такая ситуация, что день пасмурный. Как определить, надо досветку делать или не надо. Вот если вы включаете лампу и не ощущаете никакой разницы, что включили вы ее, что не включили. Вот тогда досвечивать точно не надо. Лампу тогда выключаем. Если у вас пасмурный день, досветку делаем на протяжении всего дня. Культуры, которые у нас подсвечиваются, должны получать полноценное световое питание, скажем так, 12-14 часов. Вот из этого и сходите. Так, следующая культура, которую мы с вами сеем в марте месяце, это сельдерей. Сельдерей черешковый, листовой, корневой. Еще не поздно посеять. Корневой сельдерей, смотрите, берем уже супер ранние сорта, где написано 100-120 дней. Уже те, которые 160-180, откладываем в стороночку. Берем ранние. То же самое касается и черешкового. Ну, листовой сельдерей тоже можно, конечно, обращать внимание, чтобы здесь цифра была, конечно, пораньше. Потому что от этого зависит, конечно, и качество урожая. Это для тех, кто у нас сеет сельдерей. Следующая культура, которая высевается в марте, это луки. Начиная где-то с первых числа марта, число по 15-й, мы еще совершенно спокойно можно высевать все луковые. Вообще, луковые можно сеять с конца февраля, где-то чисел с 20-х и вот первая декада марта. Все мы еще успеваем. Особенно для тех, кто сеет лук газобишен, его лучше сделать двойную перевалку. То есть посев, а потом еще перевалка. Вот тогда он разрастается и успевает вызреть и, в общем-то, принести хорошее урожай. И луковицу крупную набрать. Так что, друзья, кто сеет луки, сеете. Самое время. Теперь следующее у нас. Немножко перехожу к теплицам. Средняя полоса. У нас тоже с вами в марте, в принципе, теплицы готовы. Только единственная проблема, это грунт. Он еще не согрелся. Но если у вас уже грунт готов, то у вас уже можно высевать совершенно спокойно многие-многие культуры. В частности, уже в марте месяце, если почва у нас прогреется, это хладостойкие культуры. Высеваем совершенно спокойно редис, друзья. Редис хладостойкой культуры. Ему нужен короткий световой день и прохлада. Вот тогда редис получается просто отменный. Следующая культура, которая у нас хладостойкая и любимая, это капуста. Капуста вообще я сразу вам рекомендую сеять в теплицу, если она у вас есть. Если почва не готова, друзья, тогда есть замечательный способ. Мы ставим наши в те же самые ящики, которые мы с вами высеваем дома, только ставим это в теплицу. И даже если вы дачник выходного дня, у вас нет возможности поливать каждый день или через день. Вот ящики, поставленные в теплицу, и если вы еще посевы там замульчируете, например, тем же диатомитом, или же там разрыхлином, или же еще любым разрыхлителем сверху, то тогда полив у вас будет гораздо-горажда реже. Но посеянная капуста в теплицу, вот в эти ящики, поставленные на грядке сверху, поверьте, даст просто потрясающую по качеству рассаду. Поэтому в марте месяце я вам рекомендую сеять в теплицу все-таки капусту, не дома. Но если нет такой возможности, тогда сеем капусту, зашла и сразу ее на балкон. Температура плюс 8 градусов, для нее 8-10, благо. Она не выносит наши городские квартиры с нашим сухим жарким воздухом, она просто у вас поляжет. И результаты вы хорошей рассады не получите. Поэтому смены сеем в теплицу. Еще одна культура, которая у нас холодостойкая, и тоже можно сеять в теплицу. Если почва прогрелась, сразу почва. Если почва не прогрелась, тогда в ящики или в стаканчики, а потом перенесете в открытый грунт. Они тоже себя прекрасно чувствуют именно в прохладных условиях. Это все петрушки, укропы, кориандры, дальше можно рукулу, шпинат сеять. Главное, чтобы температура почвы была. Даже если температура воздуха будет где-то держаться в диапазоне где-то градусов 12-15, они прекрасно себя будут чувствовать. Поэтому совершенно спокойно сеять их в теплице. Но зато вы получите такой вот ранний прекрасный урожай молодой своей зелени. Это же здорово, друзья. Майран, мелиса, душица, чабрец, шалфей тоже самое, розмарин, исоп, тимьян. Те, которые у нас культуры более теплолюбивые. Ну, такие, например, как розмарин, он вообще теплолюбивая культура. Тогда можно посеять дома. Но как только теплица уже будет ровной температуры ночная, ну, скажем, там держаться градусов плюс 10 ночная, потому что теплица днем нагревается хорошо, а вечером она долго остывает. А если у вас еще есть возможность поставить туда горячую воду в бутылках или же поставить обогреватель, потому что я знаю, что некоторые так ставят, тогда можно все сеять их в стаканчики теплолюбивые, которые пряные травы, а потом переносить уже в грядку. Те, которые хладостойкие, как узнать? Вот здесь вот написано. Хладостойкая культура предпочитает расти в прохладных условиях. Вот их можно сеять и оставлять в ночь, даже если температура опускается, прямо-таки непосредственно там в теплице. Если такой возможности нет у вас в теплице, тогда сеете дома. И сейчас при первой же возможности, как только становится на лоджии, температура более-менее стабильная. То есть дневная где-то градусов 15, ночная температура 8-10. Вот приблизительно у меня сейчас такая на балконе. Можно все выставлять на балкон. Это те, которые на обратной стороне написано хладостойкие. Потому что все пряные травы, которые наши любимые, основная масса из них, вот эти мята, мелиса, дальше шалфей, чабрец, все, они все тимьян, они все хладостойкие. Они даже предпочитают и любят именно такие вот прохладные условия для нормального развития. Так что вот это вот тоже учтите. И еще последняя культура это фенхель. Друзья, фенхель это тоже хладостойкая культура, которая прорастает при температуре плюс 6, плюс 8 градусов. И даже переносит кратковременные заморозки. Поэтому те, кто планирует выращивать фенхель, фенхель достаточно ароматная культура. Пожалуйста, можно тоже посеять или же в большие длинные стаканчики. И потом перенести на грядку. Или посеять сразу же фенхель. Непосредственно там в уголочке где-то выделите, в теплице место. И посеять туда фенхель. Ну, кто вот выращивает на луковичку. Так, друзья, все. Ну, еще могу сказать так, что щавель тоже в принципе можно посеять. И базилик, если для раннего урожая, можно посеять в стаканчики. Базилик это у нас с вами теплая культура, теплолюбивая культура. Поэтому ее, конечно, чуть попозже. Можно конец марта, начало апреля. Когда же температура у нас установится. Можно сеять в стаканчики и тоже ставить в теплицу. Если у вас вы выращиваете дома, тогда чуть попозже. В апреле мы будем с вами сеять тут, дома на рассаду. Щавель тоже можно высевать сразу же в теплицу для раннего урожая. И еще вам такое вот дружеское напоминание. Если вы ничего не хотите сеять в теплицу, теплицу готовите к основным культурам, тогда не забудьте, сейчас, в марте месяце, прям как только у вас чуть-чуть прогрелась почва, засевайте сидираты. Сидираты все те, которые у нас культуры, овес, рожь, пшеница, горчица, все можно посеять в теплице. И к моменту уже посадки рассады, основной, уже к высадке, вы уже все заделайте грунт. Хотя бы две недели должно пройти разрыв между вот этими вот посев сидиратов, заделывания почвы. Две недели, тогда мы можем с вами сеять уже, высаживать, то есть рассаду томатов, перцев, баклажанов или других каких-то культур. Поэтому вот именно это время рассчитывайте. Для картофеля должно быть, если вы по сидиратам будете сажать картофель, три недели, друзья. Это обязательно условие, потому что некоторые сидираты могут на начальных этапах угнетать рост картофеля. Ну, это вот просто дружеская подсказка вам. Все, я надеюсь, что я вам помогла. Еще раз напоминаю, ссылка на резервные каналы сразу же в описании под роликом, друзья. И ссылка на календарь тоже будет там же в описании под роликом. Так что вы не потеряйтесь. Друзья, еще раз напоминаю, кто задавал вопрос, что это за семена. Это семена фирмы Агроуспех. Есть они на официальном сайте Лето, есть в Магнитах, есть в Ашанах. Так что посмотрите. В общем-то они в близлежащих магазинах у вас точно вы их найдете. И ценовой ряд у них тоже разный. Цена очень хорошая. Так что кому семена эти интересны, пожалуйста, можете посмотреть, присмотреться к ним более пристально. А я прощаюсь с вами и до новых встреч.